Приезжает Елена Александровна Савельевича и говорит, ну ладно, меня не знают Мичуринские. А, я теперь придумал новое слово. Не Сибирь провинция садовая, а Мичуринская садовая провинция. Почему? Ладно, не знают меня, ну какой-то же. Но Боднер сидел в президиуме на съезде садоводов в России, в Международном съезде. Представляете, он сидел в президиуме, он выступил с докладом. Вот. Ему надо дать два ордена. Вот у него есть какой-то тут что-то на груди, я не знаю, что это за значок. Орденов не вижу. Вот. Ему надо дать два ордена. Ну, это скромная черешня. Ну, это каждый день же не может быть все, что у него есть, да. Вот. А первый орден ему нужно дать за то, что он вырастил черешни, ну, в числе прочих. Раз. Самая крупная черешня у него была, диаметр в основании метр, высота 15 метров. Я с ней знаком был еще лет 20, 15 лет назад. 20 лет назад, да. Вот. Это первый орден. А второй орден дать ему посмертно, хотя он живой. То есть расстрелять его за то, что он ее спилил. Вот. Вот так вот. А он только что... Нет, ладно. Помиловать, потому что он не виноват. Она у него полчетверсоточная участка занимала. Вот. Я тоже спилил 10 деревьев. Я пилил. Самое здоровое... А. Рассказываю, как анекдот. Человек из Барнаула, я говорю, я спилил вашу сварок. Сварок был создан учеными института, в котором он работает. То есть институт имени Лисовенко Барнаульский. Вот. И я ее спилил. Она последний урожай был. Кто помнит в прежних вебинарах, порядка 25 ведер груш. Вот. Освободил место. Две спилил груши. Посадил 5 абрикосов. Ну, погуще. Вот. Так что мне тоже надо посмертно дать орден, предварительно расстрелять. Потому что я испилил еще несколько маточных деревьев, которые не имеют аналогов на всей планете. Вот. Но еще раз говорю. Это страшная правда жизни. Моя, его, Боднера. Уже несколько покойных наших друзей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...